Мы продолжаем наш маршрут вокруг острова Тенерифи. Последний раз мы закончили в Коста-дель-Силенсио. Вы вдалеке видите монтане Амарию. И продолжаем наш путь вдоль океана. Мы тут нашли очень странное место. Заброшенный отель, может быть, жилой комплекс. Отличные здания, но почему-то все заброшено. Мебель оставили, технику оставили, окна некоторые выбиты. Что это? Это район Эль-Гвинча. Он находится недалеко, около аэропорта. Здесь, кстати, можно снять апартаменты. Даже прямо маленькие вилы, наверное, за 800 или за 1000. Но только место такое вообще жопное. Вот это Коста-дель-Силенсио. Это красивая гора Монтания Амарию, где классно поплавать с маской. Мы тут гуляли вдаль побережья и случайно увидели Диснейленд. Итак, что мы видим? Мы вдалеке видим Лото Бригос, потом у нас пляж Ла Пехита, где любят писать кайтсерферы. И вдалеке видно гору Монтания Роха. Надеюсь, мы сегодня на нее заберемся. Это отель Винчи, хороший 4-звездочный отель. Мы здесь останавливались с Леной, брали завтраки, ужины. Вообще классно, нам все понравилось. Рядом здесь есть пляж, и от аэропорта ехать всего минут 5-10. Около отеля сделали новую деревянную набережную. Она ведет прямо к пляжу. Можно с утречка выйти искупаться. Редактор субтитров А.Семкин очень сексуальный пляж, только для двоих. Находится он рядом с пляжем Эли Орна. И все еще идем в сторону Красной горы. Мы дошли до пляжа Ла Пехита. Совсем недавно, в прошлые выходные, мы здесь купались. Было очень много народу. Сегодня, как видите, почти никого. В реке видно Монтания Роха. Сейчас мы на нее будем подниматься. Пляж Ла Пехита. Место для романтиков. Особенно в будние дни. Мы забрались на горы Монтания Роха. Снизу видно Красной Пехита, а вдалеке аэропорт. Это южный аэропорт Тенерифи. Хорошие времена здесь самолеты садились и взлетали каждые 5 минут. Сегодня я вижу только лишь один самолетик Туи. Если взглянуть на северную сторону, мы увидим Эльмедана. Это любимое место кайтсерферов. Это у нас пляж в Эльмедана. Так и называется. Плая Эльмедана. Рода сегодня немного погода, потому что так себе. Мы уже прошли 16 километров. Осталось всего 8 километров. За мной город Эльмедана. Ох, дойдем, не дойдем. Заканчивается поселок Эльмедана. Совсем немаленький такой поселок. Писная окраина. Уже дома попроще. Но зато и свободно, и тихо. Эта гора называется Монтанья Пилада. Вдалеке видно порт. Этот порт как-то связан с нефтью. Такие классные виллы здесь. Вилла в испанском стиле. Желтого песчаника. Рядом уже более современные. Немножко экспериментальный дизайн. Мы вышли к интересным домам. Это Кассас Биоклиматика. Они примечательны тем, что используют экологически чистую энергию без выбросов углекислого газа. Они используют энергию ветра с помощью ветряков. Энергию солнца с помощью солнечных батарей. А еще у них есть какая-то натуральная система вентиляции, которая гоняет в воздухе и не требует кондиционеров. Вся эта зеленая тема, конечно, хорошо, но они расположены вместе, рядом с портом, где нефтяные вышки, приезжают танкеры и вообще скоро это будет основной борт по приему нефти и мазута. Для полива растений используется фильтрованная или переработанная очищенная вода. Написано, что не стоит ее пить. На остановке кнопка вызова автобуса, когда нажимаешь сюда, он сворачивает шоссе и забирает нас на остановке. Мы прошли этот маршрут, получилось 25 километров. Сейчас мы ждем автобус, чтобы вернуться к машине. Продолжение следует...